11-летняя Аня Новикова занимается конным спортом на профессиональном уровне всего два года, но это не мешает ей брать первые места и завоевывать кубки на престижных соревнованиях. Девочка на достигнутом не останавливается. В будущем она мечтает покорить международную арену и стать олимпийской чемпионкой в составе сборной России. Для этого приходится прилагать немало усилий. Все свободное время Аня посвящает воспитанию и дрессировке своих лошадей – Марсику и Визирю. Я вот прихожу на конюшню, сначала все готовлю, чищусь, седлаюсь, потом выхожу, шагаю и отрабатываю лошадь. Родители Ани очень гордятся достижениями дочери. Они постоянно поддерживают девочку и помогают ей стать чуть ближе к мечте. Успехи у нас, я считаю, очень огромные. Мы защитили первый юношеский разряд. Прыгаем 90 сантиметров, 70 сантиметров. Недавно взяли золото в бизюнчике. Первое место на 70 сантиметров. В Самару на соревнования по конкуру приехали более 50 всадниц из разных уголков региона. Они подтверждали свое спортивное мастерство в прыжках через барьеры на пони и более крупных лошадях. Все животные очень разные, поэтому к каждому нужно находить индивидуальный подход. Несмотря на свой скромный размер, пони обладают очень сложным характером. Укротить строптивое животное можно только методом кнута и пряника. Постоянное внимание к лошади – вот итоговый залог успеха на любых соревнованиях. В целом есть направление детский конный спорт на понях. Они абсолютно приспособлены, но у них специальная высота. Они не прыгают так высоко, как большие лошади, но свою высоту они преодолевают очень хорошо даже. Представители конно-спортивных клубов Самары готовят не только будущих чемпионов, но и помогают детям с особенностями развития. Ребята проходят курсы ипотерапии с опытными наставниками. Основу ипотерапии – это забор негативной энергетики у человека. И эффект поразительный. Очень хорошо, эффективно работают с лошадкой. По словам организаторов турнира у конного спорта в Самарской области, есть все шансы завоевать сердца болельщиков и подготовить всадников для участия в самых крупных соревнованиях международного уровня. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.